У нас нет пока желающих со мной поговорить. Я очень расстроен, коллеги. Давайте еще полминутки подождем. Но если у нас круглый стол такой, что нет желающих общаться, значит, круглый стол будет в таком формате, что я буду отвечать на те вопросы, которые были заданы ранее. Мне все-таки хотелось живого общения. Коллеги, пожалуйста, не стесняйтесь. Абсолютно точно. Я не кусаюсь. Это проверяли очень многие. Поэтому давайте разговаривать. Окей. Пока многие, видимо, стесняются. Вопросы задают в чатик. Делать этого не надо. Но пока там в чатик прилетают вопросики, я все-таки жду тех, кто готов обсудить что-то голосом. Если пока таковых нет, давайте пойдем по вопросам в чате. Прошу разрешить размещать отзывы не только от близких родственников, если есть подтверждающие медицинские документы. Как это разрешают другие отзывики. Почему мы размещаем отзывы только от близких родственников, я хотел бы пояснить. На самом деле, многие наши правила могут показаться какими-то безумными или бессмысленными. Но мы занимаемся этим уже 10 лет. И больше того, для меня, сейчас для всей компании, конечно, очень важно, чтобы то, что мы размещаем, это было максимально честно. Это было максимально полезно другим пациентам. И, исходя из этих постулатов, мы и формулировали правила. Почему плохо, когда отзывы размещают неблизкие родственники. Мы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда какой-то человек, который сопровождал пациента просто на приеме, оставляет отзыв. Но оказывается, что он или не был на самом приеме, или, если был на приеме, был не вовлечен во взаимодействие с доктором, а оставил плохой отзыв. А пациент сам, который присутствовал там, он в целом доволен и, наоборот, считает, что доктор ему помог. В этой ситуации выходит так, что, если это родственник неблизкий, то зачастую между ними нет консенсуса в восприятии того, как прошел сам прием. И, соответственно, отзыв, который рождается, он получается довольно однобокий и не учитывает, собственно говоря, мнение самого пациента. Для нас это категорически важно, чтобы отзыв именно отражал мнение пациента. Почему мы вообще разрешаем близким родственникам оставлять отзывы? Потому что у нас есть пожилые родители или пожилые бабушки-дедушки, которые сопровождаются. Например, нередкая история, когда маму сопровождает дочь на прием. И мама плохо уже запоминает что-то, просит дочь сопроводить ее, чтобы запомнить побольше из того, что скажет доктор, чтобы было как-то легче общаться. На мой взгляд, и это доказано большой практикой, в данной ситуации мама и дочь обычно синхронизованы в воспринятии того, что было на приеме. И отзыв рождается, отражающий мнение пациента. Также мы разрешаем писать отзывы, например, о приеме у педиатра мамам. Потому что логично, что ребенок не может еще сформулировать какой-то отзыв. Понятно, что мама печется о здоровье ребенка. Но мы неоднократно сталкивались с тем, что тетя, дядя, сиделка, сопровождающая какая-то, знакомая, они не синхронизуются с пациентом. И это приводит к тому, что отзыв не отражает действительную картину. Для нас это категорически важно, чтобы это было мнение пациента. Ну вот, вкратце вот так. Поэтому, к сожалению, разрешить отзывы от людей, не являющихся близкими родственниками, мы не сможем. Это ответ на первый вопрос. Прошу, если у нас есть вопросы голосом, буду периодически призывать вас включаться к этому. Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы здесь для того, чтобы все обсуждать. Это совсем не монолог. Этот формат задуман для того, чтобы мы могли с вами поговорить. Для того, чтобы начать говорить, напоминаю, нужно нажать внизу на реакции и нажать поднять руку. Вот такая ручка появится справа, и вам подключат звук. Я... И...